Привет, человеки, с вами Мыслитель. Лазаю я тут, значит, по ютубу и вижу это. Ну что же, решил посмотреть. В данном топе я увидел аниме с Экирой. И понял, что это полный пиздец. Аниме, где ГГ адски силён. Угу. Ладно, фиг с ней, с подачей тухлой. Но ещё и кликбейты на видео. Я этого не прощу. Для вас я подготовил свой топ, в котором нет места кликбейту. Приятного просмотра. Серия аниме. Лабиринт Грисай, плод Грисай и рай Грисай. Вот уж где-где, здесь ГГ реально силён. Бывший спецназовец поступает учиться в обычную школу, где ему предстоит учиться с девушками. Да только девушки необычные, как и сама школа. В классе всего 5 человек. Школа, скажем так, для не очень простых детей. Не переживайте, у ребят нет никаких суперспособностей. И нет, это не очередной тупой гаремник. Но в то же время аниме не обделено романтикой. Всем советую посмотреть. Ведь аниме на 100% заслуживает вашего просмотра. Оно правда годное. Ручаюсь. Акама Гакил. Ну или просто убийца Акама. Я думаю, что многие из вас наверняка слышали об этом тайтле, если ещё и не смотрели его. Наш главный герой простой деревенский парень Тацуми. Решив, что хочет спасти свою деревню, он отправляется в столицу вместе со своими друзьями. Ведь именно там легче всего заработать деньги, вернее он так считал. В первый же день в столице его обманывают и оставляют без денег. Казалось бы, всё потеряно. Однако он встречает добрую девчушку, которая соглашается приютить его. В ночь того же дня наш главный герой знакомится с отрядом убийц. Отряд состоит из революционеров, известный как Ночной Рейд. Члены этого отряда стремятся вернуть справедливость в столицу и изменить в ней практически всё. Чемпион! Как же мне уже надоело озвучивать это аниме для того, чтобы впихнуть его в каждый видеоролик. Но я же не виноват, что всё ютуберы постоянно его используют. Ладно. Пихну-ка я сюда озвучку из прошлого видеоролика. Никто не заметит. Главный герой данного аниме, обыкновенный японский школьник, отправляется в Италию, дабы вернуть каменную табличку, которую когда-то там забирал его дед, её бывший владелец. Но вот он и прибывает. Так только без проблем не обходится. И на него нападает одна местная девушка Эрика. И наш ГГ оказывается вовлечён в битву между магами и падшими богами. Как оказывается позже, та самая каменная табличка оказывается древним гримуаром с запечатанной божественной силой. И главный герой становится седьмым чемпионом. Смертным. Который был наделён силой убивать всяких там богов. А Эрика же теперь его верный рыцарь. И к тому же заявляет, что сердце парня принадлежит лишь ей. ГГ теперь предстоит сражение с богами. А, но ещё и с магами. Но всё не так страшно. Ведь к нему в союзнике вскоре примкнут девушки-волшебницы. Которые также претендовали на сердце главного героя. Сотня. В общем, очередная меха со спасением мира. Но главный герой силён. Главный антагонист данной истории Виталя. Но об этом вы узнаете в аниме. Надо сказать, это уникальная меха. Такого вы ещё нигде не видели. Между прочим, одно из моих любимых мех. Да-да. Не знаю как вас, но лично меня этот тайтл очень даже зацепил. И просмотрел я его очень быстро. Ну да, там ведь всего 12 серий. Лично я очень бы хотел видеть продолжение данной истории. Нет, вы не подумайте. Оно законченное, но всё же. В нём есть ещё темы, о которых можно было бы рассказать. Так что да. Инопланетный вирус, все дела, в общем сотня. Школа мертвецов. Ммм, тайтл с зомбаками? Нужно глянуть. В общем, смертоносный вирус вырвается на свободу. И обращает всех людей в заражённых. Ходячих мертвецов. Наш главный герой школьник. Но сильный школьник. Нет. У него нет никаких суперспособностей. Да и вообще, данное аниме очень реалистичное. Не считая забаков, конечно. Угу. Главный герой нужно отметить очень задумчивый. И это, конечно же, класс. В общем, очередная годнота. Вы не можете её пропустить. Да. Нет, ну как бы можете, если вы дети. А так вообще нет. Те, кто на меня подписан, я думаю, уже давно заметили, что я не люблю делать ролики дольше, чем 6 минут. Да-да, это такая фишка моего канала. Спид-топы и обзоры. А как вам идея сделать видео по типу аниме за 5 минут? Я думаю, можно попробовать. В общем, мой видеоролик подошёл к концу. Ты можешь поставить лайк и подписаться на канал, если тебе, конечно, не сложно. Также пиши в комментариях, что ты думаешь, что могло бы подойти лучше на то или иное место. Я обязательно прочитаю все комментарии. И, возможно, даже сделаю вторую часть этого видео. Ну а на сегодня я с вами прощаюсь. С вами был Мыслитель.